Привет всем! Добро пожаловать на нашу кухню! Сегодня я буду готовить очень такое интересное, может быть, не совсем обычное блюдо. Я буду делать кексики или маффины, но это будут не десет, это будут не сладкие кексы или маффины, которые мы к чаю подаем, а такие-то будут закусочные кексики, тут будут овощи, вот у меня подготовлен красный перец, здесь один красный перец мелко порезанный на кубики, половина кабачка, я его натерла на терку, мясо, это белое куриное мясо тоже порезанное на небольшие кубики, куриная грудка, сыр, стакан любого тертого сыра, зелень, 4 яйца, еще я немножко добавлю сыра пармезан и в наши кексики не пойдет ни одного грамма муки, а вот вместо муки сюда пойдет каша, это кинва, об этой каше я уже говорила и у нас уже есть рецепт, это кинва со спаржей и креветками, по-русски, ну по-английски это будет кинва, по-русски я слышала тоже говорят или кинва, или кинва, ну не знаю кто как называет, если кто-то еще не знаком с этой крупой, очень рекомендую, это очень вкусная и полезная крупа, это очень хороший источник белка растительного, железа и очень полезные аминокислоты она содержит. Как варить эту кашу у нас уже есть вот в этом видео предыдущем, которое я называла, значит она в принципе варится как и любая каша, бросаем в кипящую воду, пропорция крупы и воды один к двум, нам понадобится для этого рецепта 2 стакана готовой каши, то есть это примерно три четверти сырой крупы. Итак, я сейчас начну варить кашу, сварю и к вам вернусь. Каша готова, она варилась 15 минут и вот она как бы, эти вот малюсенькие зернышки в процессе варки лопаются и вот она получается вот такой вот, вот такая вот красивая кашка. Каша готова, она еще теплая и мы можем приступать уже к производству наших кексиков. Начинаем с того, что слегка взбиваем наши яйца. теперь добавить немножечко соли по вкусу и черного перца и начинаем добавлять сюда все наши остальные ингредиенты перчик, зелень, курицу. Можно использовать ветчину, допустим, вместо куриного мяса, у кого что есть. Дальше кабачок, я его натерла на терке, его немножечко надо отжать, чтобы лишняя вода ушла. Вот я его немножко, прежде чем сюда бросать, вот так вот, отожму лишнюю воду. Так, это все готово. Сыр. Теперь я еще люблю добавить сюда буквально пару ложек сыра пармезан. В принципе, любой сыр на ваш вкус сюда идет. И нашу кашу. Повторю, здесь примерно два стакана уже готовой каши или три четверти стакана сырой крупы. Теперь все это хорошенечко размешаем. Вот, после того, как мы все хорошо вымешали, все наши вот эти вот ингредиенты, однородная получилась такая, ну, хорошо перемешанная масса. Теперь, значит, прежде чем мы начнем сюда выкладывать, вот используем такую форму для выпечки кексиков или маффинов. И каждую ячейку мы хорошенечко промажем оливковым маслом. Сейчас наполняем нашей смесью вот каждую формочку. Причем выкладываем почти до самого верха. Оно подыматься в процессе выпекания не будет, так что вот примерно вот так. Теперь мы отправляем это в духовку. Духовка у меня разогревается до 350 градусов Фаренгейта или 180 градусов Цельсия. И выпекать будем примерно минут 25. Где-то 22-25 минут. Вот примерно столько времени это занимает. Когда это будет готово, я к вам вернусь. Прошло 25 минут. Я вытащила наши кексики из духовки. Как проверить готовность? Потому что время, конечно, может варьироваться в зависимости от вашей духовки. Ну вот они по краям. Видно, что они как бы схватились и они немножко такие даже стали позолотились края. Ну и можно проверить зубочисткой. Вот она выходит абсолютно сухая. То есть наши кексики готовы. Но прежде чем извлекать их из формочек, они должны постоять минут 5-10. Наши кексики немножко постояли, примерно 10 минут. Они очень легко извлекаются из формы. Вот так вот ножиком поддели и вытащили. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Посмотрите, какая получилась красота. Вот я сейчас один разрежу, чтобы показать, как он выглядит внутри. Вот это очень вкусно, очень легко и довольно оригинально. Я эти кексики делаю очень часто на завтрак, в выходной день, в субботу или воскресенье. Но они хороши и не только на завтрак, но и на ланч, и на ужин, на обед, когда хотите. И это очень вкусно и очень полезно. И я уверена, что вашим деткам это понравится. И они с удовольствием будут есть такие кексики, скажем, вместо просто вот если кашу попытаться им скормить. Поэтому попробуйте, опять же, пропагандирую кинва. Это очень популярная сейчас крупа, которая не только популярна у нас в Америке, но и завоевала уже весь мир. Очень полезная и очень много вкусных блюд можно из нее приготовить. Надеюсь, вам понравится этот рецепт. Готовьте дома, готовьте с удовольствием. Приятного всем аппетита и пока!